Всем привет! Сегодня я, Дед Мороз, пришла к вам с подарками и с некоторыми идеями сладких подарков, которые я делаю для своих близких, друзей. Может и вам какая-то идея приглянется, и вы сделаете такие же сладкие подарки. Все ссылки, которые относятся к этому видео, в описании. Дарите радость и будьте радостны сами. Конечно, самый рождественский, самый новогодний такой вот подарок, это будет подарок из рождественских пряников. И если вы их приготовите своими руками, это будет просто супер. Все ссылки, вот и печенье, и пряников, и как разукрасить, как сделать белковую глазурь, все абсолютно есть, будет в описании у меня под роликом. Итак, один из вариантов, это взять вот 4 пряника, допустим, 4 человека в семье, каждому по прянику. В такую вот коробку покупаем упаковочную бумагу и упаковываем каждый пряник вот в такой вот целлофан, тогда он лучше хранится. Один пряник я вот так вот еще красиво завязала ленточкой, здесь уже как хотите. И укладываем в коробку. И вот на Алиэкспрессе я купила вот такие вот бумажные шпажки, они подходят для канапе разных, для бутербродиков разных, можно вставить тоже красиво. И так же их можно, ими можно же так же здесь и украсить. При помощи скотча, вот так вот закрепляем при помощи скотча. И это смотрится вот несколько штук, я вот так вот сделаю сюда, допустим. Закрываем крышку, очень удобно сейчас продаются вот такие вот коробочки для упаковки подарков. На самом деле просто супер, что они есть, то есть можно купить и сразу же вот так вот красиво упаковать. И разная упаковочная бумага также. Все, и вот такой вот подарок готов. Очень симпатичный, сделанный своими руками, очень вкусный. У меня дети сегодня весь день ходят, ждут, когда же останется хоть один пряник, чтобы они попробовали и съели. А я им все не даю, потому что еще вот не упаковала всем подарки. Его можно делать заранее, можно его делать уже с конца ноября, в начале декабря, и у вас подарки уже готовы, потому что пряники, они свежими остаются до трех месяцев. Вот такой вот вариант новогоднего подарка. Еще один вариант с пряниками, очень понравится вашим детям, уверяю вас. Вот сделать вот подобные, допустим, человечки, шрек, но с надписями. Вот Даня и Миша я делала для своих сыновей. И также упаковываю в пакетик, сюда я им положу вот по 100 шекелей, и дети будут, поверьте мне, будут счастливы, безмерны. И даже не знаю, чему они будут больше радоваться, прянику такому или денежке, потому что детям, вот хотя у меня дети уже и не прям маленькие, но они сегодня, вот прям на самом деле, так хотели эти пряники, и им очень понравилось тесто, на самом деле, очень хорошее, очень удачное тесто в этих пряниках. Закрываю. И прям вот можно подвесить за вот эту штучку, прям на елку можно подвесить вот такой вот пряник, либо поставить под елочку. Кроме именных пряников, вот как с именами, можно просто вот каждый пряник упаковать, и вот так вот красивенько тоже подарить, или как дополнение к подарку. Ну вот еще один вариант подарка, это может быть кружка какая-то, это может быть, вот как у меня я купила кружку, и добавлю пряники. Это может быть, или печенье можете также, сухофрукты можете добавить, и это будет очень кстати, вот если вы дарите кружку, допустим, или, допустим, какой-то кофейный набор, или блюдце с чашкой, шкатулка, все что угодно, и вот можно поместить, если помещается пряник прям вовнутрь, ну вот у меня он не очень помещается, тогда высокий такой получится подарок, боюсь сломать, то я тогда вот так вот сделаю, и еще один пряник вот прикреплю вот сюда, вот так вот, допустим. И просто упаковать это в целлофан. Вот такой вот милый подарок получается, просто или под елочку, или кому-то на работе подарить, и не сильно дорого, и очень приятно, особенно если вы, конечно, пряники сделаете своими руками. Еще один вариант подарков, это разное печенье, включая пряники, вот эти маленькие печеньки имбирные, это тоже пряничное тесто, что я использую в пряниках, просто раскатываю более тонко пласты и делаю маленькие печеньки, а тесто у этого, вот у этих пряников, оно на самом деле просто идеальное, захотите испечь пряники, используйте это тесто. Миндальное печенье, сливочное миндальное, здесь добавила еще и конфетки, одни у меня просто с орехами, другие с конфетками, рецепт тоже даю в описании, ссылку на рецепт. Ну и мраморное печенье, зимнее печенье с трещинками, шоколадное из всех шоколадных, очень вкусное получается. Конечно, вы можете положить в подарочную коробку любые печенья, которые вы любите, можно добавить также еще сухой апельсин, киви, какие-то сухофрукты, вот я даже не знаю, добавлю я еще или нет, но пока вот у меня собрались вот такие вот подарки. И вот видите, у меня здесь разные они получились, то есть есть в подарках человечки, снежинки или елочки, ну в общем здесь по-разному, каждому достанется свой такой вот набор, ну я имею в виду здесь сейчас пряники. В прошлом году я делала вот такие новогодние подарки, вот на пряниках вы видите 2022. Все ссылки оставлю в описании и на пряничное тесто тоже. Заранее их можете делать, выпекать вот за неделю, за две, ничего с ними не будут, и эти печенья, и пряники, они все будут свежие, поэтому готовьтесь к новому году заранее, пусть у вас будут вот такие вот вкусные, красивые новогодние подарки. С наступающим вас новым годом, делитесь этим роликом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.